Вот оно, лечение положительными эмоциями. Способ реабилитации с использованием собак называют канистерапией. Метод известный уже несколько веков, явление для Сочи пока новое. Во второй школе-интернате прошло всего несколько занятий. Идею подкинули сочинские собаководы. Мы попробовали, взяли, подобрали собак, которые добрые, ласковые по натуре, которые собаки-компаньоны, и приехали. Детки сначала побаивались, потом просто здорово получилось. Они гладили, они угощали их вкусным чем-то, они давали какие-то команды даже. Ну, в общем, я не знаю, мне кажется, очень здорово получилось, и мне кажется, надо продолжать. Успехи есть. Бернский зененхунд по кличке Нера в интернате уже постоянно гость. К ней тянутся десятки рук. Одни дергают за хвост, другие пытаются оседлать. Но Нере кажется, все нипочем. Ее терпению можно только позавидовать. Для канистерапии очень подходят бернский зененхунд, лабрадоры, золотистые ретриверы. Собаки, у которых очень большой диапазон души. И вот они очень хорошо относятся к детям. Они любят детей, не терпят, а именно любят. И прощают им очень многое. Главная в канистерапии – обмен положительными эмоциями. На занятиях они обычно бьют через край. Проворный терьер Датви и любитель поиграть в мяч лабрадор Маруся. Эти собаки помогают детям развиваться умственно, физически и, что немаловажно, эмоционально, что особенно необходимо детям с аутизмом. Таких в интернате учится более 50. Эти малоэмоциональные внешне дети проявляют какие-то эмоции. Это уже большой плюс, это уже хорошо. Они начинают прикасаться, они начинают как-то эмоционировать. Это уже очень хорошо, это уже большой результат. Саша Прокофьев – аутист, ему 14. Воскресные игры с собаками теперь любимый вид занятий, рассказывает бабушка Саши. Замечает, канистерапия идет на пользу внуку. С помощью четвероногих он не просто познает окружающий мир, Саша учится общаться. В этом и есть одна из главных задач канистерапии – социальная адаптация. Животные, они именно корректируют поведение и вообще какую-то духовность приобретают. Я думаю, что то, что иногда не хватает нам от людей, то есть это бескорыстные преданности, любви, это все они получат от животных. Польза канистерапии наряду с ипотерапией – это общение с лошадьми и дельфинотерапией – научно доказано. Положительное влияние собак на психику человека отмечают ученые во всем мире. В Сочи занятия с пушистыми четвероногими теперь будут проходить регулярно. А это значит, что шанс стать пусть не здоровее, а хотя бы чуть более счастливыми есть у десятков детей с особенностями развития.